Спасибо вам огромное, что у нас есть. Дай Бог вам здоровья. Утро Дня Победы у ветерана началось традиционно с поздравлений. Фёдор Фёдорович родился в селе Новорыбенко в Казахстане. Война началась за три дня до его 16-летия. Мужчин тогда забрали на фронт, а его, как самого грамотного, назначили секретарём колхоза. В 17 по собственной инициативе обучился на миномётчика, а через год пошёл сражаться за родину. Воевал на 1-м и 2-м белорусских фронтах, командовал миномётным расчётом. Весной 45-го дошёл до Берлина. Несмотря на многочисленные медали и ордена, ветеран скромничает и почти ничего не рассказывает о том времени. Внучка признаётся, раз говорить дедушку пыталась ещё в детстве. Я прихожу и спрашиваю, дедуля, ну вот пойдём в класс, расскажи что-нибудь. А он мне говорит, я могу вот рассказать, как я на рыбалке был, я могу рассказать, вот как я вот там то-то, то-то делал. А про войну, говорит, не хочу рассказывать. Там много крови, смерть, грязь. Ну, не очень любил, конечно. Ох, махина! Ну, ты же его носил. Зато о своей активной, насыщенной жизни Фёдор Фёдорович рассказывает с радостью. Особенно о любимой профессии, которой научился сразу после Великой Отечественной. В Германии, где три года служил контрагентом. В 1948-м уволился в запас и решил поселиться в Тальменке. В Тальменке я работал фотографом сразу. Когда посмотрел, что ребята работают, не важно. Думаю, я так сумею. А когда сумел, так потом в крае первый был. Везде был первый. В доме у мужчины была фотолаборатория, делал картины из своих фотографий, большую часть раздарил. Вот тут любимая моя, это бабушка с дедушкой в ромашках сидят. В свои неполные 97 лет ветеран продолжает активничать и шутить. За грибами ездил год назад. Возил маленькую с собой. А теперь сам не жал. Только приеду, да и в лес скорее. Уже клещи насобирал. Уже как клещи. Да, меня уже в этом году первый раз в жизни клещ укусил. 9 мая дедушка с внучкой листают альбом, вспоминают прошлое с улыбкой. Федор Федорович говорит, что даже несмотря на войну, жизнью своей доволен. Жизнь у меня прошла. Я бы считал, что не мчить не надо. Но я уже поэтому надолго. Я любил спорт, любил кирпич. И зарядкой я еще занимаюсь. Мужчина гордится, что еще может самостоятельно прийти на местный парад Победы, чтобы посмотреть праздник и порадоваться, как тогда, в 45-м Великой Победе. София Иценко, Андрей Печоркин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok